здравствуйте уважаемые садоводы приветствую вас на канале про цветок я светлана сотникова ландшафтный дизайнер и растение вод сегодня хочу рассказать вам о красках осени приглашаю вас погулять виртуально в моем розовом саду известное и малоизвестное растение которое мы называем бабье лето она же астра многолетняя существует великое множество сортов великое множество расцветок этого растения это абсолютно неприхотливый многолетний цветок который весной и в первой половине лета практически незаметен на вашем участке он поднимается 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 постепенно и к осени достигает своего взрослого размера существуют разные сорта и рост взрослой к осени астры многолетней от 20 сантиметров до практически двух метров в зависимости от сорта окраска может быть бледно-розовая ярко-розовая малиновая свекольная синяя бледно-голубая темно-фиолетовая и так далее то есть такими цветами можно играть и можно использовать всю палитру и все в общем-то прекрасные характеристики этого растения хочу обратить ваше внимание что в это время года ярких цветов не так уж и много листья начинают желтеть сейчас середина сентября многие растения уже пожухли и изменили свой цвет а астра многолетняя как бы не бан каким бы не банальным казалось это растение многим оно радует нас именно своей своим начинающимся ярким и красочным цветением еще одно растение о котором хотела бы вам сказать это гелениум тоже достаточно высокий многолетник растет компактным кустом вот сейчас возле меня жужжат целых три пчелы трудятся на этом цветке по окраске гелениум также бывает разнообразным но его окраска вся колеблется в желто-коричневой гамме рост у разных сортов этого растения тоже может быть разный от 50 сантиметров до полутора метров многое зависит еще и от условий выращивания у кого-то он вырастет в еще выше у кого-то маленькие сорта могут оказаться еще более компактными это замечательное растение которое добавят краски нашей осени единственное о чем хотела бы вас предостеречь эти растения не следует путать с достаточно распространенными сорняками никогда в жизни астра многолетняя не навредит вашему участку и никогда в жизни гелениум не навредит вашему участку но в молодом возрасте летом пока они не цветут их очень очень легко перепутать и сейчас я покажу с чем молодой гелениум практически не отличается от вот этого злостного сорняка сорняк называется солидага или золотарник по вашим комментариям в предыдущих роликах я поняла что не во всех регионах к сожалению не узнают что это за зло но тем не менее у нас в стране в беларуси существует государственная программа по борьбе с высокоинвазивными растениями то есть с растениями захватчиками и золотарник там на первом месте он слишком хорошо сеется слишком быстро распространяется показываю что его побеги молодые до формирования бутона очень похоже на гелениум но когда образуется бутон а у золотарника он образуется немного раньше как правило чем у гелениума мы видим что у сорняка бутон метелка соцветия метелка то есть длинная веточка и цветочки расположены в пазухах листьев по всей высоте в этой верхней части у гелениума соцветия корзинка у него когда зарождается бутон в верхней части побега вы видите такую корзиночку с маленькими точечками с маленькими шариками бутончиками в любом случае если золотарник растет в ваших широтах и в ваших краях для того чтобы вы даже случайно не перепутали и не выпало ли свое красивое и ценное растение его следует огородить обозначить чтобы вы знали что это вот завязанный веревочкой или огорожены маленькими колышками это хороший красивый цветок который будет радовать вас на протяжении всего августа и половины сентября гелениум достаточно долго цветет и зацветает он в августе тогда когда другие растения уже фактически выполнили свою миссию что касается астры многолетней и и по крайней мере по литературе по фотографиям отдельно взятым ее очень легко спутать с мелколепестником то есть сорняком у которого тоже цветочек похож на маленькую астрочку но мы сейчас покажем поближе вы можете увидеть какие у них разные размеры на журнальной фотографии когда в квадратике мы видим один только цветочек размер определить невозможно я специально показываю для того чтобы вы могли сравнить и кроме того астра многолетняя это многолетний цветок который не расползается он не заполонит ваш сад так как это делают его дикие сородичи я вырвала несколько сорняков из земли специально и обращаю ваше внимание что у сорных растений у них тоже очень простой примитивный цветок совсем не такой пышный и красивый у них обратите внимание какое корневище удлиненная корень длинный идет в землю и может как говорят стрелять на 50 сантиметров на метр или даже дальше от основного растения сорняки никогда не растут плотными кустами побег от побега всегда выходит из земли на достаточно большом расстоянии культурная же сортовая астра многолетняя она достаточно компактно здесь высажена в рядок несколько кустиков и и абсолютно могу быть уверена что никуда из этого ряда они не уползут а сейчас давайте посмотрим еще на одно интересное растение вот эти замечательные растения вот эти деревья в окружении которых я стою на самом деле однолетний цветок который называется гречишник восточный наверняка каждому из вас известно вот такое растение которое фактически мы очень часто выпалываем из собственных грядок это его ближайший родственник обратите внимание насколько он может быть красив гречишник цветет во второй половине лета он разрастается и со временем зацветает в конце июля начале августа и со временем наращивает массу выращивает огромные листья и становится фактически деревом выше человеческого роста до двух метров на моей достаточно бедной песчаной почве до двух с половиной метров или даже выше может вырасти при условии очень хорошего ухода он не переживет морозов вам придется его срезать или выдернуть из земли но оставит достаточно много семян которые взойдут и на следующий год вы сможете рассадить для себя прекрасные замечательные вот такие красивые осенние розовые деревья растение абсолютно неприхотливо в уходе то есть оно может расти на любой почве в любом месте в любом климате и будет радовать вас вплоть до первых морозов вплоть до ноября месяца в наших широтах на первый взгляд если вы впервые видите это растение невозможно даже поверить что это однолетний цветок но тем не менее он достигает таких размеров за один сезон обратите внимание какой интересный фактурный у него ствол и какие огромные листья а я с вами прощаюсь до новых встреч благодарю за внимание